У меня из реквизитов в багажнике только трусы. Что? Волосы творились? Что такое происходит в этом заведении? Это был винный шкаф? Да. Теперь это библиотека. Девушкам из высшего общества. Я оделась, собралась. Сейчас еду на встречу со своими ученицами, с наставничеством. Попрошу заметить мой персень, что у меня уже не поднимается рука. Я не знаю, решила сегодня так разбавить свой образ. Мы с ними будем работать, работать над контентом, работать над продажами, над личным брендом. Короче, всего очень много. И слава богу, что только две ученицы придут сегодня. Сой! Чтобы у тебя негативки не звучат. Мы с тобой же субтитры еще вопросов, это прохождение. Какие вам это классно? Вы не доносите, чтобы быть раньше, мы в городе субтитры. Да? Я даже не все. Я даже не тоже. Это прям такая яблая цена. Ну и там дополнительные сервисы идут ко мне. Мне нечего писать сразу сбилось. А сейчас мы вышли во двор для того, чтобы снимать контент. Я девчонкам дала всего лишь 15 минут, чтобы отснять все, что надо. Итак, на старт, внимание, пили в столице. Все? Все? Уже? Уже? Давай, начинай. Пусть передать мне ничего. Так, у нас тут уже начинаются съемки. Сколько надо? У нас тут Даша учат. Не, нормально. Как снимают. Стой. 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 Пишки от блогера-миллионника. Срочат все стритейлинги. Стараются. Блин, что это? Ну что, мы закончили. Я просидела с девчонками 5 часов в кафе. Они, наверное, в кафе думают, что я шизанутая какая-то, потому что мы два счета уже закрыли просто. Сидели, работали. А сейчас так случилось, что одна из моих учениц решила остаться в Питере. И мы сейчас поэтому поедем по моим делам. У меня сейчас будет потрясающей красоты съемка. Беру вас, как обычно, с собой. У меня из реквизитов в багажнике только трусы, потому что меня попросили взять только трусы, потому что у нас будет стилист. И мы с вами выдвигаемся. Я не шутила, когда сказала, что у меня в сумке для съемки только трусы. Извините, конечно. Так. Знакомьтесь, это наш потрясающий фотограф Елизавета, которая нам будет делать красоту еще прекраснее, чем была в прошлый раз. Это Кристина. Она тебя сейчас будет собирать. Спасибо, я всех просто запрягла. Что? Волосы тарились? Не-не-не. Нет. Вы сделали мне что-то, когда что-то. Потрясающе. Все хорошо, я не нашел. Как дела? Зато сейчас какие локоны будут потрясающие. Что происходит в этом заведении? Так вот, да. Так мы все автосисты сжать будем? Нет, я вообще не буду локом настрали. Ну что за красота. Какая красота. Такие действия. Такие действия. И давай теперь портретики сделаем второй. Так, мы меняем все дело на второй образ. Мне уже выдали трусы. И сейчас будет платье. Да, что-то лучше. Чтобы вы понимали, как я выгляжу после целого рабочего дня съемки. Сейчас у меня осталась моя ученица на ночевку. Мы вот тут сидим, распиваем чаи. Мы уставшие приехали домой. И мне привезли очень милые цветочки. О, господи. Очень вкусно пахнет, правда. Я не стесняюсь этого. На войне все средства хороши. Да. А если по-другому они не понимают? Я что, должна без цветов сидеть? Как понимаю, так и буду с ними общаться. Посмотрите, какая тут милая записочка была. Цветочки, как обычно, подрезала. Поставила в вазочку. Красота. Вот такой у меня потрясающий завтрак сегодня. Йогурт с гранолой и ягодкой. И кофе. Вы просто посмотрите, какую красоту мне принесли. Это букет от пломбир. Вот в таком вот зонтике. Ну, просто красота, конечно, нереальная. Мне еще милую открыточку оставили, как всегда. Блин, офигенно. А мы сейчас с вами выезжаем на обзор нового магазина. Одного из моих любимых российских брендов. Пойдем смотреть, что у них там новинка. И сейчас иду по торговому центру. И у меня прям, знаете, такая ностальгия, потому что я здесь провела все свое школьное время. Типа старшие классы. Я не знаю, зачем, но мы сюда приезжали с подругами. И мы постоянно тутили в галереи. Ходили в магазины, что-то покупали. Ходили с какими-то молочными коктейлями. По факту мы ничего вообще не делали. Просто здесь шатались, курили внизу, шкирились от кого-то постоянно. Реально все выходные мы проводили в галерее. Я не понимаю, что можно так долго делать. А вот мы приехали в нашу потрясающую локацию. С брендом Манекен я знакома очень давно. И они недавно открыли свой собственный флагманский магазин в Питере, в торговом центре галереи. Сейчас будем с вами примерять всякие классные костюмы. Так, я решила начать с базового белого костюма. Он такой плотный, с начотиком. Так, ну что, примеряем первый костюм. Мне нравится, что за счет плотного материала, видите, он держит форму. И нет вот этого ощущения, что вы в облипочку какую-то просто надели на размер больше. Нет, здесь прям такой грамотный, очень классный оверсайз идет. И офигенно будет и с кроссовками, и с грубыми ботинками. Я еще решила примерить утепленную жилетку такую. Потому что, вы знаете, моя любовь к розовому цвету. И это офигенно удобно. Например, если вы на машине куда-то едете, потому что в пуховике жарко, а жилетка в сочетании с костюмом, это просто идеальный вариант. Еще ее можно будет классно стилизовать, например, с темными цветами, с джинсами и с каким-то темным свитером. Так, ну что, я решила, что белый костюм я точно забираю. И решила еще примерить разные верха. Вот мне понравился безумно розовый свитер. Видите, с такими рваными штучками. Они, кстати, здесь все закреплены, поэтому они не посыпятся. Только я не могу выбрать цвет свитера. Давайте все посмотрим, и вы мне напишите, какой лучше. И уже в качестве подготовки к зимнему сезону я решила примерить офигенный объемный пуховик. Он, видите, с брендингом манекен. Очень классный. У него большой объемный капюшон. Просто идеально на нашу питерскую зиму. Мне еще сказали, что когда на него попадает вода, она не впитывается, а просто капельки вот так вот скатываются. И здесь еще есть вот такие вот классные шапочки с утеплением. То, что надо на зиму, трендовые вот эти все истории. И также балаклава. У меня, кстати, есть такая в сером цвете. И третий вариант с свитером. Все-таки очень мне нравится. Это вот такой вот синий с зелеными вставками. По форме он такой же, как те, но только он двухцветный. Хорошо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Так, Акатерия приехала на встречу к своей потрясающей подруге Марти. Посмотрите, какая у нас офигенная локация. Вес. Даже. Дорогая Марта, Марта, я, к сожалению, попросила в твой день рождения. Я тебе привезла часть подарков деталей. В чем концерт? Концерт заключается в том, что сейчас же есть бренд на жемчуге, на все эти вот истории. И я решила собрать такую как бы верхней части капсулу, чтобы почерпнуть, что ты самая главная мячужина в своей жизни. Жемчужный цвет. Я подумала, что жемчужный бус. Я поэтому и думаю. У нас жемчужные бусы из Италии. Очень красивые. Они вместе с Топом. Мне этот цвет вообще класс. Типа с трюками, с кинтабра. Спасибо большое. Посиделки в ресторане не заканчиваются. Мы решили зайти к Марте в гости. Я еще ни разу не была, кстати, в этой квартире в ней. Вау, зай, как красиво. Похоже, знаешь, вот если глаза так немножко закрыть, на ресторан даже. Да, вот типа тут барная стойка. Так, и тут реально стол, тут еще стол, тут стол, тут карьянная зона. Потрясающе красиво. Бабарское кресло. Идальянское, между прочим. Офигенно, очень красиво. Вот сразу видно, да, квартира дизайнера. Вот оно, пожалуйста. Вот я чахнула. Вот, Даша, мы с тобой будем смотреть все эти книжки. Это был винный шкаф? Да. Теперь это библиотека. А, это вот это вот то, что ты показывала, где вы делали коллаборацию с... Артуром, да. И заявил, это искусство, это называется фонтан. Он заявил, что вот этот писсуар мужской, это фонтан. И как бы все искусство дадаистов, оно построено. Марта мне показывает свои работы. Это же в университете, да, где вы делали? Да, просто бегом. Вот. Это в университете на факультете дизайна. Да. Делают вот такие работы. И потом это все было перенесено на шелковый платок. Офигенно. Мне цвета нравятся. Так, мы тут смотрим разные книжки. Марта мне тут все рассказывает. Пока не буду говорить, но мы сейчас будем обсуждать одну очень важную, интересную идею. Вы пока ничего не узнаете, и никто ничего не узнает, потому что мы еще не знаем. Будет она, не будет, но мы уже начали этим работать. Ну да. Так, села. Так, закрыла. А что у нас происходит? Задырешь. Пока нельзя смотреть. Ну все, открывай. В общем, это тебе свечечка. SP candle только за вкусом. Черный мускус и амбра. Я тут купила, я не запомнила. Зай. Ну за что? Я знаю, что тебе, наверное, зайдет. Спасибо большое. Как мило. Почему не такие подруги-кроцы? Она такая, знаешь, более свежая и с запахом мужчины немножко. Ну, в смысле, в хорошем. В смысле. Рабочий будет, 12 часов ночи. Померили. Ну вот надо подумать, да, с названием, чтобы это как-то еще сочеталось с цветами. Ну да, наверное, я хочу, чтобы основной цвет был розовый. Ну вот такой, я вот это ответила. Аравий с розовым. Да, да, да. Да, 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 да. Все такое, я знаю. Мне нравится развивать какую-то концепцию, что... И вот эта система знаков и будет встречаться физическое, эмоциональное здоровье и, я не знаю... Ну, что-то там, что-то путешествует и все такое, отдыхают. Но я больше, наверное, склоняюсь к кредитам. У меня сегодня очень необычный образ. Сейчас я вам все покажу. Значит, я хожу со своей этой модной прической, она мне очень понравилась. Растрепанный, суперрастрепанный пучок. У меня золотые бусы, вялая рубашка, укороченная. И вот такая вот история на ногах. И серая сумка, и мусор, и подарок для моей помощницы, потому что сегодня мы с ней встречаемся, будем снимать контент. А сейчас я еду на маникюр делать свои нейлсы, потому что мои выглядят уже очень плохо. Я хочу сделать оранжевый под цвет своей новой сумочки. Так, сейчас бегу снимать со своей ассистенткой фотки, рилсы, видео, всякий свет. Потрясающий, конечно, сегодня. Несу ей вручать подарочек. Как вам показать? Алина, как обычно, с огромным количеством посылок для меня. Что и золотие подарочек из Талии? Звозь! Ура! Пошли на улице снимать контент. Я сегодня получила миллиард проскомплиментов за целый день своему аутфиту. Что на вас надето? Валберис, нью-балансы, рубашка-снаряд, кардиганы Зары для тепла и кожаная куртка. Так вот. Красота. Сумку забыли в ресторане. И такое ощущение, что мы сегодня пришли снимать мою помощницу, а не меня. Посмотрите на ее потрясающие образы. Так, на сейчас я нарядилась. Еду поздравлять друга с днем рождения. Такой вот у меня образ. Ну что, всем самое доброе утро. Мы с вами собираемся в новый день. И я хотела вам показать, что вчера купила. Конечно же, я в манекене взяла розовый санитар. Ну, вы, в принципе, видите, как выглядит весь мой гардероб. Я сейчас хочу с вами пособирать несколько лука, выбрать вообще, в чем мне сегодня идти. Ну, конечно же, мы будем делать это с этим потрясающим свитером. Так, первый образ, который мне пришел в голову, это вот такой вот свитер с огромной пышной юбкой и грубыми ботинками. И наверх я решила накинуть еще кожаную куртку, чтобы как-то немножко разбавить эту ванильную зефирность. Мне очень нравится, очень мило. Я очень извиняюсь за наш разгром на заднем фоне, но мы собирали посылки. Блин, офигенно все вместе выглядит. И вторая идея образа, это уже более классический такой вариант, более спокойный, с серыми объемными джинсами. Я, видите, их заправляю в ботинки, чтобы создать такой небрежный образ. Это сейчас такая очень трендовая история. И плюс это удобно, когда на улице дождь, у вас не пачкаются джинсы, так что это два в одном. Я решила сегодня пойти так, потому что у меня такое настроение более гранж. И плюс на улице сегодня очень сильный дождь. И чтобы не замазать свою юбку, я пойду вот в таком вот потрясающем луке. Good morning! На улице у нас сегодня дождь, и я уже спускаюсь в паркинг, потому что сейчас еду завтракать с своей подругой Риты, которая у меня сейчас живет в Москве. И у нас очень-очень мало моментов, когда мы можем провести их вместе, поэтому мы хватаемся за каждой. Я уже в новом свитере. Стилизую я с грубыми ботинками, серыми джинсами и с вот такой косухой. Многие, когда они поели и даже не сняли, мы были голодные. Мы были голодные. Ну, было вкусно. Я даже не смогла все закончить, потому что я пришла очень голодная. Я очень много всего заказала. Такая мне это, и это, и это, и ничего не съела. Как обычно. Смотрите, какой маргаритный сегодня, вкусный алгорит. Мы посидели-поболтали. Дальше сейчас все выезжаем по делам. Рита на свои встречи. Я по своим делам еще не с родителями еще хочу пообедать, успеть. Вечером у меня приезжает моя подруга в гости. Так что выше крыш всего. Ой, что-то они так делают. Сейчас. О, господи. Нихрена не видно. Ну, вроде бы входим. Ладно, давай сейчас вот так. Что вам обсуждать? Мы тут с Ритой уже запланировали себе эти... Я чуть-чуть верю. Мы с Маргаритой начали уже подумывать о том, чтобы нам пора бы как-то съездить. У нас тут стало... Классные ежегодные традиции. Мы рассматривали Египет, Турцию, Мальдивы. На Мальдивы еще, кстати, можно было бы... Там скосочная. Это была? Нет. Там просто такой спокойный, размеренный отдых. Но нам палец в рот не клади, дай на кого-нибудь покричать. Поэтому Мальдивы нам не подходят. Ну, там чисто из развлечений это пляж и купаться с акулами. Я ко мне такого размера была. Только мы там будем и закол. Мы все в работе. Мы увиделись спустя месяц. И слава богу, я вам так скажу. Потому что мы не виделись месяц. И вообще особо мы не общались по работе. Типа, знаете, такие... Ок, ага, еду нормально, все хорошо. В каком-то таком вешенном ритме. У Риты тоже сейчас куча проектов, куча работы. И она меня напугала. Потому что Рита ведет YouTube с 12 своих лет. А я YouTube веду первый год. И обычно ноябрь и декабрь это самые такие крупные месяца по каким-то интеграциям, работам с брендами, со всякими компаниями. И у меня это будет первый раз в жизни такой эксперт. Потому что я YouTube начала вести вот в феврале-марте этого года. А Рита уже прошла все кручеводы, которые могли бы быть. С коммерческой вот этой всей историей. Соответственно, я даже не знаю, сколько у меня будет работы в ноябре-декабре. Я даже не уверена, что ты в декабре куда-то сможешь... А, тебе еще в декабре. Так мы вообще-то в ноябре уезжаем. Но в ноябре, в первой половине ноября еще нормально будет. А вот как раз после... Где Черная пятница, вот это все... Там, да. Я еще в театр хочу сходить. Я очень хочу в Мариинку. На Кармен балет. Пойдем. А его, по-моему, сейчас не дают, не показывают. Я была просто на Кармен, я ходила, как постановка опера была. Было очень красиво. Ну, хорошо. В плане сюжет хороший. Ну, я вот победила этот балет, просто... Пошли. Пойдем. Хотя сейчас там билеты в московский театр будут стоить, как квартира в Москве. Интересно, а почему, кстати, билеты в театр так дорого стоят? Ну, в хорошие театры. Ну, потому что это привилегированная вот эта вся история. Меша немного. Выше общество. А, девушкам из высшего общества. Пойдемте на балет. Ребят, кто нам может достать билеты на балет, пожалуйста, напишите мне в личку. Будем очень рады с вами работать. Здесь настроение осенне-дождливое. Сейчас еду на семейную потрясающей красоты прогулку. Несмотря на то, что у нас дождь, семейный вечер у нас не отменяется. Я поеду со своими родителями и с нашей дальней родственницей. Она даже, по-моему, не родственница. Она просто как бы подруга семьи. Погулять в парке, сходить в храм, пособрать листики. Встретила свою потрясающую лягушку-путешественницу, мою итальянскую подружку Катеньку. Ну, кстати, Катя, все на ютубе спрашивают, дайте мне ютуб Кате. Ну ладно. Открываем ютуб. Открываем ютуб. Пожалуйста, дорога, Теодора. Короче, Екатерина мне сейчас рассказывала увлекательнейшую историю о том, как она ехала сюда, в Питер, из Москвы, на Сапсане. Пожалуйста, можно продолжить. Я купила билет на загранпаспорт, пришла со своим внутренним паспортом. Они меня не пускают, говорят, нужно загран. Я говорю, зовите от начальника поезда. Мне нужно ехать. Я начала плакать, потому что, я говорю, у меня там важный визит к врачу, я не могу не уехать. Мне нужно срочно. Если что, врач, это я. Записывайтесь, да. Я говорю, я купила билет. Так, и что сказал начальник поезда? Ничего, сказали, что переоформят, потому что посмотрел на меня, как я стояла слезами на глазах. А в Италии слезы нам не помогли. Здесь помогли, потому что он растерялся, он вообще не понимал, что происходит, а я была в истерике. Я говорю, мне нужно в Питер, срочно. Он же просто, видимо, его никто еще в жизни не называл начальником поезда никогда. По-итальянски так говорится, начальник поезда. Начальник поезда. Зовите мне, пожалуйста, начальника этого беспредела. Я хочу с ним, как с начальником, поговорить. Он же у вас тут главный. Она использовала все манипуляции, которые знала, потому что она была девушкой продвинутой. Она знала, как общаться с мужчинами. Надо показать, что они тут все решают. Да, немножко. Вы тут начальник этой улицы, да? Подскажите, пожалуйста, как пройти. Индия, вы начальник парковки. А не подскажите, где можно парковаться? А, кстати, это рабочий лайфхак. Надо мужику просто всегда показать, что он здесь главный, что он крутой. И сильные мужчины должны же помогать слабым женщинам. Мне там у вас тренинг провели уже. Я хочу тебе рассказывать. Что за тренинг? По тому, как нужно соблазнять мужчин. Мы вообще все не так делаем. А я никого не соблазняю в отношениях. Но мы в плане... Ну вот я все не так делаю, чтобы мы их заново. Все, фигня переделываем. Чтобы будем действовать в новой стратегии. Видите, какой у нас царский стол получился. К нам приехал Влад. Если что, это мой друг и мой бывший. Я это буду говорить в каждом влоге. Скажи, что ей нужно. А, я не знаю, я сейчас в музыкальной музыке. Алиса. У нас такая ситуация, что мы пытаемся собраться на вечеринку, на которую я мечтала попасть давно, и показать Кате. В итоге... Алиса. Алиса. В итоге Алиса. Алиса. Можно попасть? Поближе. Тут 0,5. Парк нам делает мастер-класс. Сейчас, ну разгон будет. Сначала вот это просто. И самое простое движение. Разгончик такой сначала. Представляешь, вот так? Вот на следующее движение идет. Потом уже сложнее. Оп. Вот так. А заедем вот так. Тебе неудобно, да? Я понимаю. Чтобы вы понимали, все это время я просто сижу, наблюдаю, что происходит. Какой-то джуиси-клаб. Ситуация такая. Мы едем на вечеринку, наконец-таки. Мы с Владом одеты в закрытую одежду. Видите? Я просто как консервативная женщина. Тем временем, Екатерина. Просто. Я из Италии. Я из Италии. Приехала на улице. 7 градусов. Или сколько? 5? 2. 2. Влад, который собирался сегодня не пить. Ихилицы веселые. В общем, я уже видел. Давай. Это история про Рэб. Это история про Рэб. Это история про Рэб. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok